После такой жары просто неверится, что может быть прохладно на улице. Ой, благодать! Кайф на самом деле, что ты идёшь, не потеешь, что тебя ветерок продувает. Ой, красота! Давно я сюда не заглядывала. Ладно, пройдём кружочек. Круг почёта. Цветочки. Вот такие клумбы. Это наш белый дом. Сердце Хабаровска, площадь Ленина. Фонтан. Сейчас обойдём его по кругу. С той стороны очень красиво смотрится на фоне белого дома тоже. Хабаровска. Фонтан. Да с кемph pitching. Конец. Субтитры сделал DimaTorzok Нет, ну вы только посмотрите. Ростелеком как будто специально заставляет меня напоследок ходить по красивым местам города Хабаровска. Сходила к площади Ленина, там у них бизнес-офис. А для частных лиц совсем в другом месте, на Платиномарине. Мне там не надо пройти по всем трудам туда, представляете? Вот так сама бы сюда не дошла. А так по пути. Вот они, пожалуйста. Витцин, Маргунов и Никулин. Ай, как здесь здорово. Вот сюда надо было ходить, гулять каждый день. И я с этим ремонтом все не успевала. Смотрите. Ну, как здесь. На шаге касси. На шаге касси. Настояло. На шаге касси. На шаге касси. На шаге касси. Иду мимо Академии наук, в которой я работала после института. Вот балкончик, в тот раз я на него выходила. А вот само здание наше, где очень красивая машина стояла. Вот оно следующее. Какие воспоминания. Вот это была моя первая работа. Закончила институт. И вот здесь я работала инженером по обслуживанию вычислительной машины. Внутри же не буду заходить. Вот он, вычислительный центр. Средневосточного объема Российской Академии наук. Так он по-прежнему здесь и есть. Я, кстати, в какой-то из прошлых приездах заходила туда. И проходила даже по коридорам, где я работала. Поэтому при лечке я ходила несколько лет. Поднималась. Вычислительный центр у нас был на первом этаже. А на втором, третьем, там другие институты. Вот такое вот место для меня тоже родное здесь, в Хабаровске. И вела я недалеко, в девятой этажке, вот здесь, пешком. Буквально пять минут и все. Вот решила вам заодно показать шапочку. Я вспомнила, что я ее связала, а на себе вам ее так и не показала. Сегодня я жду гостей. Придут девчонки, подружки мои. Будем отмечать новоселье. Мой отъезд. Скоро, который будет. Просто давно не виделись. Давайте покажу, что наготовила. Потушила курочку. Такую. Ой, такая вкуснятина. Я ее мариновала всю ночь. Картошечка. Рис. Так, это сейчас дойдем до этого. Дальше. Греческий салат. Вот такой у меня помидоры, перчик. Сладкий. Ой, обалденный салат. Дальше. Корейский салат. Вот такой я сделала. Ой, тоже такая вкуснятина. Это мой фирменный. Вот. Ну и заказала. Сейчас я открою, покажу. Это я заказала. Ирон Кабис. Осетинские пироги такие. Ира, подружка, ко мне приходила, приносила такой пирог мясной. Очень вкусный. Вот, решила заказать. Вот, привет, девчонки. Привет. Все собрались в гости, наконец-то. Стол маловатый, надо было покупать больше. Ничего не вмещается. Нормально, все хорошо. Все замечательно. С новым, тебе все вкусно. На Василии. Спасибо, девочки. Ты такая умница вообще. Я, конечно, отдалить. Я рада, девочки, что вам нравится. Мне самой очень нравится. Ну, во молодости мы как-то делали, а ты-то вообще, ну, как бы одна. И вообще, молодец. Молодец. Ну, все, давайте за встречу, за нас. Сейчас я пивка себе открою. Все очень красиво. Давай, наливай себе, может, перечеркнуто. Ну, что, ребята, опять мой чемоданчик и мой рюкзачок стоят собранные, готовые в дорогу. Завтра утром я улетаю сначала в Санкт-Петербург, а потом на Аляску. Вот это у меня вещи тоже в дорогу. Я всегда заранее готовлю. Все утром только мне остается проснуться и все это одеть. Погода, конечно, у нас отвратительная. Сегодня утром проснулась. Такой дождь, если завтра будет так же. Я не знаю, как я поеду. В общем, ребята, мне пришлось очень сильно ускориться с ремонтом, потому что мне месяц назад, 2 июля, неожиданно сообщили, что мой желез на Аляске съезжает. Вообще, договор подписывается на год. И желез должен был съехать в марте-апреле следующего года. Но поскольку он у меня военный, то военных могут перевезти в любое время. Можно было, конечно, не ехать мне. Агентство предлагало сдать эту квартиру опять. Но я решила, что я поеду. Потому что у меня накопились там кое-какие дела. У меня заканчиваются банковские карточки. А мне нужно продлить водительские права. Посмотрю, что там с квартирой. Да, и просто уже никуда давным-давно не ездила. Год сижу в Сабаровске. Хочется попутешествовать. Поскольку сейчас границы закрыты, никуда не поедешь. Ни Таиланд, ни Ситая, никуда. Остается Америка. Родная Аляска. Квартира тоже уже готова к сдаче. Здесь будет жить одинокая девушка. Без животных, без детей. Ей 25 лет. Она учится и работает. Нашла я ее через соседку. Это знакомая ее знакомой. И, в общем-то, у меня и не было времени особо никого искать. Я закончила, можно сказать, вообще впритык в последний момент. Так что я рада, что у меня есть человек, который будет здесь находиться, жить. Заодно следить за квартирой. Девочка мне очень понравилась. Она аккуратная, очень культурная, воспитанная, приятная. В общем, я решила, что она будет очень хорошо, заботится о моей квартире. И я могу уезжать со спокойной душой. Ну вот, сейчас я вам показываю, в каком состоянии квартира остается. Она уже полностью готова к сдаче. Все вещи убраны. Все приготовлено. Здесь вот все уже пусто сверху. Снизу только остаются две коробочки с инструментами. Здесь ванной я уже перестирала все белье, полностью подготовила. Осталось еще завести одну последнюю стирку. И все на этом. На кухне тоже все готово. Холодильник помыт, чистый. Вот осталось немножечко, две тарелочки. Это я доем сегодня. И все остальное здесь уже пусто. Морозилки пусто. Подключила сегодня печку газовую. Вот она включается в розетку. И оказывается, здесь есть автоподжиг. Я не знала, все время пользовалась зажигалочкой. Вот, видите, как удобно. Но на эту конфорку почему-то не работает. Не знаю почему. Вот давайте еще покажу, как я здесь приготовила все. Вот постельное белье, покрывало. Все это чистое, постиранное. Вот это икеевское белье обалденное. Оно мягкое, классное. Но, к сожалению, когда его стираешь, оно мнется. Это было неприятной новостью для меня. Мне пришлось его погладить. Вот здесь я связала такой чехольчик, скажем так, на ручку. Потому что, когда дверь открывается, бьется по стене. Можно было, конечно, отодвинуть шкаф. И я пробовала это сделать. Но некрасиво, когда большая щель мне не понравилась. Я его придвинула на место и сделала вот так. Чтобы и ручка оставалась в порядке. И обои оставались в порядке. Очень жалко уезжать, честно скажу. Так уютно дома, так хорошо, классно. Наконец-то спала жара. Нет необходимости включать кондиционер. Сегодня даже было прохладно. Вон я одела носки. И уже закрыла практически окно. Только на поддук оставила. И в эту сторону. Вот и весь аэропорт. Выход в город. Все, до свидания, Хабаровск. Вот такая я путешественница. У меня рюкзачок с собой. Чемодан я сдала. Я, как обычно, на легке. Тяжелое таскать не хочу. Вот тут, оказывается, еще какой зал большой. А я и не видела. Выходы на посадку. Вот так вот здесь. Вот она, что расстановится. Нортвин. Здравствуйте. 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 По второму проходу направо. Здравствуйте. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать на наш канал! 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 все-таки, потому что тебя теперь увидеть очень редко можно. Тем же самолетом нам Шейн прислал, да? Ну, давайте, за встречу. Давайте. Очень рада, что мы, наконец-то, опять вместе. Мы рады собраться все вместе. LG. Ну, вот. Наснимала видео с LG, а видео пропало, не записалось. Так что, вот, заново давай тебя буду снимать. Приехала, сразу кинулась LG снимать, и все пропало. Маленькая моя. Нагладилась уже ее. Натискалась уже ее. Она сначала меня побаивалась, отвыкла. Сейчас уже, вроде как, опять привыкает. Да, LG? Давай носик почешу, носик. LG. Вот, кошка чувствует себя очень хорошо. В основном спит, конечно. Ей уже вот 17 лет, скоро будет. Давай, давай, брюшко. Вот, уже дает брюшко чесать. Давай, брюшко, почешу тебе, LG. Вот Нина ей тут организовала такое место. Она как королева. Хочешь, тут полежит. Хочешь, здесь полежит. Вот, картины новые. Нина у меня здесь сделала. Какие красивые. Вот еще вот здесь место у LG. Она через стульчик запрыгивает. Тут тоже лежит. В коридоре у нее есть место. На кухне у нее есть место. По всей квартире у тебя LG места. Да. Вот такая вот кошка. Все ее тут любят. Да. Маленькая. Маленькая.